Игра, чё ты хочешь от меня, а? Пожалуйста, попади и нормально попади. Ну красой ты, ну как ты это делаешь-то, капец! Ну 80% шанс! Ага! Привет. Пятёк здесь, и это скайхилище. Небо-холм, небоскрёб такой. Стоэтажная дура стоит посреди неизвестного города. Вокруг мутанты, можно даже сказать зомби. И мужик, который почему-то с сотого этажа должен спускаться пешком на первый. Давай посмотрим, мы с вами уже играли. Остановились на том, что у нас... Есть галифа! Да, Витёк скрафтил глифу. Осталось только немножко подкачаться под неё. Ну как, немножко прилично подкачаться. Ещё два уровня как минимум нужно взять. И что? Взять два уровня, значит надо качаться-качаться. Что у нас по кушанию? Так, давай сначала я быстренько изучу, что у меня есть. Здесь нужен генератор, здесь нужна батарейка. Причём, кстати, в генератор тоже нужна батарейка. Жалко, клейкой ленты нету. Я бы сейчас поспал прямо здесь. Но клейкой ленты у нас, к сожалению, нет. Сделать её никак, ниоткуда не могу. Да, липучка нужна. Кровать бы получше взять. Дверь-то есть улучшенная. В кровати нет. Я бы сейчас поспал лучше. Знать, мне нужно до соточки догнаться. Но есть средняя аптечка. Кагоцелла запаздывает. Теоретически я могу скрафтить даже ещё одну среднюю аптечку. У меня есть на это материалы. Так что, наверное, я ем среднюю аптечку и иду мочить девчулю. Наверное, это правильный вариант. Боже мой, как он это делает? Что ж, 80 этаж, ребят. Помните, у нас там женщина. Вон она ждёт нас. Надеюсь, это не будет сливом. Ну хотя с часовым топором-то. Точность маловато. Ну ладно, надо качаться. Итак, часовой топор. И женщина. Что мы будем делать? Надо посчитать, с каким шансом лучше всего её бить. Потому что я, честно, не знаю. Давай, калькулятор нам в помощь. Просто берёте средние из 10 ударов. Соответственно, из 10 ударов. Первым ударом я попадаю 6,5 раз. Ну, на 17,44 урона. Получается 113. Вторым ударом, если я бью, я попадаю 4,5 раза по 21,8. Это 98 всего. Это хуже, чем первым бить. Ну и если я бью третьим ударом, то я всего лишь 3 раза из 10 попадаю. Но с уроном, но с уроном 32,7. 98. Самый выгодный, ребят, бить самым первым ударом. Учитесь. Поехали. Раздавай. Э, э, нифига себе. Она что-то по 2 удара бьёт. Или это изредка у неё бывает просто? Да, это бывает изредка. 20-ку сразу. И ауч. Господи, она больная. Мне ещё везёт. Я всё время попадаю пока что. О, она нет. Надо же, все разы попал. Я пришёл сюда именно потому, что здесь квест. Эм. Любимая. Я просто хотела обнять тебя ещё раз. Квест, ребят. 87 опыта и сразу новый уровень. Я именно из-за уровня сюда и шёл. Ой, как у неё хорошо-то насыпано было. Слушай, я 50 здоровья потратил. Серьёзно. Итак. Осталось всего ничего. Один уровень до глифы. Что нам нужно вкачать? Сила, скорость, 2 скорости. Так, а на топор нам, в принципе, всё тоже это нужно. А ловкость? Ловкость у нас есть. 16, этого достаточно. Значит, 2 скорости. И остальное в силу. Топор нас тоже усиливается. Ну, потом глифа, конечно, круче станет резко. Так. Ну, как вы помните, нас внизу ждёт опять девчуля. Та самая девчуля. Поэтому она мне выбивает 50 здоровья. При этом мне очень сильно везло с попаданиями, ребят. Я все удары попал. Поэтому... Нам обязательно нужно среднюю здоровье сделать. Захавать её. Ну, и спускаться дальше вниз. А я могу объехать её, кстати. На 60-м дедуля нас ждёт. Можно заехать на 60-й, посмотреть. А, дедульта нас ждёт на 60-й. Погоди, я могу её объехать. Я могу её объехать. Мне не обязательно с ней сражаться. Ой, я лучше её объеду. Она на 59-м стоит. Фиг с ней. Она сложная, реально. Лучше её избегать. Согласитесь. Так, этого пацана либо в голову, как говорится, пытаться ваншотнуть, либо двумя ударами сюда. Ауч. Готовчинка. 13 опыта. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Тухлый перчик. Хорош, спасибо тебе, что ты сработал. Витя нужен чат, кричат. Ну так-то, если я его... Не, ну давайте скипнем. Если бы у меня глифа была, я бы, может быть, даже и посражался бы. Потому что глифой там вообще ваншотнуть его можно. А так, давайте потихоньку, помаленьку пойдём. Ой. Вот это досадный промах сейчас был. Приходится много впитывать. Клей. Клей это хорошо. Так. Ну нафиг, он бреванёт, сейчас меня отравит. В принципе, у меня есть антиотравин, да? Я даже два могу скрафтить. Но он столько повреждений делает. Не стоит оно того. Была бы глифа, кстати, опять можно было бы ваншотнуть. Давай всё-таки до глифы доберёмся. Хотя сейчас, чем ниже я спускаюсь, тем чаще будут встречаться монстры более сильные. Поэтому... Так, а этого мы как бьём, я забыл. Я считал, как его правильно бить. Сейчас давай посчитаем. Ну, первый вариант это 150. Второй вариант... Вообще не вариант. А третий вариант... Тоже не очень вариант. Получается, в кулак надо бить его. Самый первый вариант. На! Ещё один такой удар, и я... С двух ударов. Отлично, 43 опыта. Кстати, очень много опыта. И мне посох с него дали. Посох можно, кстати, разобрать. Ой, какой... Ой, кирпич! А зачем мне столько кирпичей? У меня кирпичей уже девать некуда. Мне бы скотч. Мне бы скотч. Кстати, а что там? Батарейка из чего делается? Химикаты. Клей плюс вода. А, ну, теоретически я, кстати, могу сделать батарейку. И улучшить полностью... Нашу интересную штукенцию. Ой, кстати, у меня много гвоздей раньше было. Можно сделать колючую проволоку и дверь улучшить. Окей, ладно. Живём пока. Ненавижу эти комнаты, потому что они отбирают самые ценные ресурсы. Селёдка. Хорошо. Говно кусок. Клей получил, клей потерял. О, как так аптечка пусто? Ну, ты даёшь. Снова этот мужик. Обменялись промахами. А, это будет боль. А, нет, не такая уж и сильная боль. Опять два удара. Немножко лука, металлолом. Тухлый лук, кстати. Можно съесть сразу. Зачёт. Хорош прям. Вообще сыпет ресурсами. Гнилой лимон. Алкоголя набрал. Мне теперь воды надо много. Айч. Гнилой лимон. Я хотел кровать себе сделать, чтобы поспать, пойти, потому что вроде еда есть. Хотя не так уж и много еды так-то. Что у нас с лечением? Ну, в принципе, я могу себе среднюю аптеку закрафтить. Да. Тряпка есть, алкоголь есть. Среднее лечение могу сбацать. Ну, ладно, пока как бы нет смысла его бацать. Сейчас посмотрим, может быть. А вот теперь есть смысл его бацать. Да. Либо пытаться опять на лифте проникнуть ниже. 52-й нужен, как минимум. Тут меня не пустят. Но она меня убьёт, если я сейчас начну сражение. Нужна глифа. Чтобы с такими тётками сражаться, нужна глифа. Поднимаемся выше, пытаемся посмотреть, что там на 52-м. Есть выход на 52-й и ниже. Нету. С ней придётся сражаться. Печалька. Ну, значит, надо крафтить среднюю аптеку и идти сражаться. Тут вариантов никаких нет больше. Я пока не вижу способа её по-другому победить. Что-то вкачать. На генератор там нужно батарейку. А всё же батарейка, по сути, нужна. Клей. В общем, нужен клей. У меня клей отбирает, как только. Вот чё не кирпич отобрать? Ну, почему? Почему клей отбирает? И опять без клея. Ну да, надо, в общем, крафтить лечение себе. И идти драться с ней. Печально. Разбери посох, кричат. Ну, там может быть, конечно, клей. Но мне всё равно это не поможет. В сражении. Мне нужен опыт. Мне нужно много опыта. Ну что, по рукам, как говорится, её бьём. Ой, сильный удар. Хорош. А вот и промахи. Пошли. Ауч. Ой, ещё сильный удар. И опять промах. Ай, у нас сильный удар и промах делает. Тас хорош. Да хватит. Да хорош. Хана, ребят, я слит. Ну, есть только одна вероятность, что я побеждаю. Прикинь. Боже мой, как она меня просто изнасиловала. И у меня нету варианта её скипнуть никак. Вообще никак. Что значит, не бей. 30% шанс, ребят, что я выживаю в этой катке. Это жесть. Это просто жесть. Она меня 100% здоровья просто сносит. Она стоит посреди этажа. Я не могу никак её обойти. Ну, хотя бы добил её. Жесть. Просто жесть. Это просто была жесть. Всё, весь алкоголь перевёл на неё. Капец, а. Вот он, хард, ребят. Это хард. Из-за харда они начинают на более высоких уровнях появляться. Неплохо, кстати, здесь хавчика поднял сейчас. Это всё из-за харда. А здесь нужно двумя по 70 попасть. О, здесь получается вот этим надо бить. О, угадал. Ха-ха-ха-ха. Пусто. Блин, опыт-то, конечно, нужен. Но тут, может, меня измучалить сейчас. Измучалить меня может. Оп, записка. Никто это, может быть, никогда и не прочтёт. Но я всё равно напишу. Люди, не забывайте. Надежда есть всегда. Даже здесь. Иди-ка, ты знаешь, куда. Кирпич опять. Где лифт-то нормальный? Мне нужен лифт непогнутый. Я хочу наверх сгонять. Нет, я провода не хочу тратить. А, я обязан тратить провода. Твою налево. Я обязан тратить, если у меня есть ингредиент. Твою же у меня лево. Зачем я забираюсь сюда? Сначала мне просто хотелось найти пару банок консервов, чтобы придержаться ещё один вечер в этих руинах. Но потом пара тварей прочно засела у входных дверей. И мне пришлось остаться тут на ночь. Из интереса я решил подняться на пару этажей вверх. И незаметно для себя прошёл пару десятков пролётов. Как ни странно, бывшие постояльцы не особо беспокоили меня. Хотя я слышал их злобное ворчание за дверьми номеров. Что-то влечёт меня. Манит меня наверх. Наверное, я схожу с ума. Блин, косяк. В общем, нам всё равно нужен именно... Нам изолента нужна. Без неё нет смысла. Мне нужен либо клей, либо изолента. Ну-ка, давай попробуем, разберём посох. Есть изолента. Отлично. Ой, две изоленты. Спасибо тебе, игра. Поехали, наверх сгоняем. Отлично. Давай покрафтим кровать. Я хочу поспать в ней. Что там следующая кровать требует? Вот провода как раз, которые... Тряпки я все слил. Колючую проволоку можно попробовать забабахать. Клея у меня нет всё равно. Что там нужно на колючую проволоку? Гвозди. Просто тупо гвозди. Два металла. Два металла в принципе есть. Кушать готовим. Можно покушать. Отъелись на максимум. Наверное надо дверь скрафтить. В принципе металл-то... Ну мне ещё пригодится, конечно, но... Да, давай крафтим дверь. Ай, господи, металл! Косяк. Ой, посчитал так посчитал. Бог просто расчётов. Ладно. Давай спать. Я хочу полечиться. Два часа, три часа спать. Или два. Я спал. Я спал, ничего не произошло. В моём случае это может считать хорошей новостью. Это зашибок. Мы полечились на соточку. Теперь можно идти дальше. Покушать вроде бы есть. Полечился. Поехали глубже. Так, мы с вами на 50 этаже. А там какой-то 49 появился, да? А вот, может сразу на 49 приехать. Погнали. Ой, кстати, я так к дедушке и не съездил. Ну ладно. Твоё. Нормально входящий, да? А он сейчас блеванёт у меня сразу на следующий ход. Гениально. То есть у меня не было шансов, в принципе. Сразу противоядие, бахаем. Нормально, да? Зашёл в комнату, получи минус 25. Не заходил бы, не получил бы. Причём я ничего там не залутал. Зачем мне эти кирпичи, миллиард? Что мне с ними делать? Так, это у нас еда на 48. Надо записать. 48, еда. Мне бы запчасти. Мужик. На. Я смотрю, мы два удачника. Хорош. Съедено. Деньги. Мне этих денег много. Я всё ищу, где запчасти можно купить. О, мачете. Я помню, мачета неплохая пушка. Ну, конечно. И она где-то участвует в создании какого-то оружия крутого, по-моему. Нет? А, вот звёздный нож, он из кучи мачет состоит. Из трёх мачет, либо трёх катаров. Но мачете я, по-моему, не могу крафтить или могу? Мачете, в принципе, не крафтится. Есть только расчленитель какой-то. Тоже из мачета делается. Но вероятность того, что я три мачета найду, конечно, очень мала. Было бы прикольно, конечно, звёздный нож скрафтить. Посмотрите, его статы 32-39. Да? Просто жесть. Правда, статов нужно немерено. Но это мои статы, правда, скорости просто 18. Жесть. Ладно, в принципе, с глифой пройти можно игру. Ладно до неё докачаться. Ёшкин кот, ребята. В рот мне ноги. Они начинаются. В рот мне ноги. Это те самые чуваки. Это те самые чуваки. Мачета пушка. Конечно, всё, что ты берёшь в руках и делаешь повреждения, это всё пушка. В принципе, с этим можно посражаться. С него экспы прилично дают. А мне нужно ещё прилично. Но чтобы он сильно не бил. А я бил сильно, да? Хорош, есть попадание. Так. Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Доска. Хоть и диспе опять, а? Здоровья мало стало. Опыты ещё надо соточку где-то найти, да? Так, а мне никакого металла там не выпадало. Теоретически я могу что-нибудь покрафтить, да? И поразбирать. Что я могу такого покрафтить? Куча досок просто. Здесь металл нужен. А есть оружие, для которого нужно тупо кирпичи. Видимо, нет, да? Я могу... Единственное, что я могу сделать, это собрать вот эту вот штуку, потратив кучу досок, швабру и разобрать её. Либо мачете могу разобрать, да? Он начинается, что ты сразу атакуешь-то? А чё же я мажу-то всё время? Я косой, пацаны! Сильный удар, можно было и бессильного обойтись. Жёстко. Ну чё ж ты не ваншотнешь-то его? О, есть металл, кирпич ещё. Поехали наверх. Сейчас чё-то покрафтим. Можно дверку ещё усилить так-то. Давай усилим дверку на максимум. Сейчас будем спать. Правда, еды нифига нету. Хлеб делать я точно не буду. Вода нужна. Тяжело. Ладно, покушать я всегда успею. Давай спать. Хм, три часа. Во сне я увидел себя. Прошло у себя. Ещё тут и до катастрофы. Я сидел в парке. Вокруг ходили люди. Ярко светило солнце. Ко мне подошла странно знакомая девочка. Взяла меня за руку и повела куда-то. Мы долго шли, а свет вокруг становился всё ярче, пока не окутывал нас непроницаемым коконом уюта и радости. Я проснулся в необычайно хорошем настроении. О, мне больше здоровья восстановил, чем должно было. Ну ладно, хотя бы здоровье есть. Я с какого этажа уехал? Извините. Я забыл. С 45-го, да? Вот метка. Товоё налево. Приехал. Пожалуйста, не маш. Ты, пожалуйста, маш. А ты не маш. А ты маш. Прыгнул на меня. Так, ещё буквально чуть-чуть. Еды нету. Дайте еды. На тебе металл ешь. Грызи металл. Грибы, орехи, кофе. Давай. Кофе и с молоком, правда, может получиться. Можно пойти в аппарат, конечно, закупиться едой. Ну, пока грибочки поедим. Давай, ёжа налево. Чё, попытаться убить его? Мне, чтобы его убить, мне нужно два раза попасть. Шанс, конечно, очень мал. Ну, как так? Ну, почему ты промазал? Говна кусок. Ну, почему ты промазал? В 80% шанс был. Везение. В. Везение. Груша. Какой-то там овощной салат можно... А, овощное там, всё овощное. Грибы и сыр. Чё-то как-то я совсем на тоненького уже иду. Давай, ёж налево, а? Мне нельзя в бельдяшке. Так, чё мне делать? Мне нужно как-то докачать остатки. Ну, сейчас мне оторванёт и всё. Можно попробовать, конечно, здесь ещё проверить. Раз, два, три. Давай. Блин. Чё делать будем? Попробовать жиробаса завалить там где-то сверху. Был. Перескочить его на лифте? Мне 41-й нужен. А, можно перескочить на лифте. Спасибо. Так, надо покушать. Сырой как-то тухло совсем. Гениально перескочил. А вот теперь беда, я даже убежать не могу. А-а-а-а-а-а! Или могу. Ну, это жесть. Игра, чё ты хочешь от меня, а? Пожалуйста. Попади и нормально попади. Ну, красой ты говнюк! Ну, как ты это делаешь-то? Капец! Ну, 80% шанс! Не опыта тебе, ничего! Иди в задницу, говорит игра! Твою ж медь! Ну, всё, кажется, мы доиграли, да? Ну, я всё равно из этого уже не выберусь состояния. Всё. Игра завалила просто меня. Игра просто тупо меня завалила. Это бред! Это такой бред, падла! Такую говнючку она мне выстроила тут везде. Да ладно! Ты смог! Это судьба. Сегодня во сне мне и лосники. Звала меня. Кричала, чтобы я пришёл и помог ей. Сказала, чтобы я поднимался наверх. Или спускался. Шесть опыта. Время внутри этого небоскрёба словно остановилось. Я не могу понять, спускаюсь я или поднимаюсь. Номера этажей прыгают перед глазами, а я брожу, словно один из этих заражённых. Брожу по пролётам и покинутым номерам. Дерусь за банку просроченных консервов с местной фауной. Недавно я видел себя в пыльном зеркале в одном из номеров. Изодранное, окровавленное чудовище с сумасшедшим блеском в глазах. Ничем не лучше мутанта. Что, из тесака еда не выпадет всё равно? Какая разница? И аптечки тоже не выпадут. И алкоголь из тесака не выпадет. Изоленты, скотчи пошли, смотри, выпадать. То, что мне нужно. Ну а как мне? У меня единственный вариант. Ехать домой, там пытаться выспаться в кровати. Каким-то больным образом. Я не знаю, как это. Нужно сейчас съесть всё, что у меня есть. Пытаться поспать. Два часа, скажем. Ничего не произошло. Лучше бы ты выздоровел, господи. Ничего не произошло. Этого мужика пытаться завалить. Я не знаю. Но они сейчас уже все везде вот эти толстые пойдут. Тяжёлые. Попытаться завалить этого. Монеты же есть ещё. Точно. Пошли, закупимся едой. 48-й. Ты издеваешься, что это за еда такая? Пошли, аптекой закупимся. 61-й, 63-й. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, погнали. Ну, капец. Ну, капец. Ну, почему ты всё время большой рукой-то бьёшь? Это издевательство просто от игры. Говна, кусок! Спасибо за новый уровень. Я уже сдох. Это просто издевательство от игры. 36-42 урон. Я бы сейчас ваншотал бы многих. Ой, божечки-кошечки. Ну, чё-то тут я полечиться ещё могу как-то, да? Замотаться. Это жесть. Ха-ха-ха-ха-ха. Сок помидора. Сок помидора. Ну, давай. Ну, так-то я могу его ваншотнуть. Шансом 54%. Но сегодня не мой день. О, не, проткнул, смотри. О, ломик. Да всё тут уже. Ничего нету вообще. Пустые этажи полностью. Не ваншотаю, да? Значит, надо уже вот такими бить. Хорош. Генератор сразу выпал. Капец. А-а-а, я могу верстак прокачать. Гениально просто. Витя, сдох. Не там, где надо. Всё, у меня здоровья не хватит сейчас уже. У меня пять, у меня шесть здоровья. Я раз, два, три, четыре. Я даже не поднимусь уже. Мне нужно что-то на речении искать. Ничего нету. Это заливочка, ребят. Приехал. Ну, блин, ты игра паршивая. Говна кусок, а? Такую катку заруинить, а? Витя тетеря? Почему Витя тетеря? Монеты есть. Спасибо, что монета есть. Ты видел, где все вещи, которые можно применять монетами? Слишком поздно до глифы мы докачались. Слишком много сильных монстров мне выдавало посреди карты. Особенно этих девчонок. Блин, капец. Зачем? Не надо было на ту девчонку идти в самом начале. Хрен с ней. Как-то нужно было обходить. Хотя, какая разница, блин, меня все равно избивались эти девчонки. Ну, в общем, жесть. Просто тупо жесть. Ты мог раньше ехать за хилками едой? Ну, мог. Какая разница? Я все равно это все съел уже. Шноч кровь монстра пей. Здоровье Нолина дает. Что? Что? Давай, будем пить кровь монстра до бесконечности. Какая разница? Буду я ее пить или не буду? Такие знатоки вообще сидят. Ну, приездочная. Давайте напьемся и наедимся перед нашим последним шагом. Мы ломик сломаем еще. И мачета сломаем. Все. Пока. Жесть, капец. Какая жесть. Противоядие. Ну, конечно, противоядие нужно. Ну, если я не могу его скрафтить. Помянем, говорит. Ну, ладно, какие-то науки он дали. 36 этаж. Ну, не знаю. В общем, погоняли, поиграли. Слишком рандомная, конечно, игра. Особенно, когда ты на харде уже играешь. Очень сильно зависит от везения. Блин, ну, она меня расстроила. Я думал, ну, сейчас все. Глифу создал уже. Иди, беги, как говорится. Побеждай только. Ага, ага. Карман шире, как говорится. И до свидания. Напихали мне, как говорится, в этот карман маяков. И сказали, иди гуляй. Не повезло, не повезло, вы считаете? Ну, конечно, не повезло. Ну, что тут поделать? Может быть, надо было идти того жирного валить, за которым аптечка была. Кстати, я вот сейчас вспоминаю. Там же была где-то аптечка за жирным. Надо было с ним сражаться за нее. Хотя не факт, что там аптечка была бы, потому что... Вы видели, да? Я заходил в комнату с аптечкой, и там аптечки тупо не было. Ладно, что поделать. Не знаю, а стилю я еще один старт. Это опять так стартанешь в следующий раз? И опять в пролете окажешься. Смысл вообще стартовать, если все время в пролете оказываешься. Что ж, это был Sky Hill. Лайки. Ставьте. Буду по вашим лайкам смотреть, надо ли продолжать еще один заход делать. Вот, ну а пока. Да, лайки. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok